Мы находимся у мавзолеи Сталлахмута Торойгырова. Кстати, данный человек, поэт-демократ, прожил всего лишь 27 лет и скончался от туберкулеза. К сожалению, в то время данная болезнь была неизначима, не считалась, ну, по крайней мере, вытескоряется. Хамаза шпима, хамаз? Ну, за это не скажу. Кстати, почему называли поэтом-демократа? Одно из произведений у него было, а по-моему, пьеса, если не ошибаюсь, о девушке, которая вышла замуж, и по старым традициям ее загоняли в семье. И он поднимал вопрос, по идее, в то время еще, сто лет назад, о женском равноправии, этот молодой человек, который прожил всего 27 лет. А вообще, по преданию, он здесь не родился, он родился где-то на другой территории, в другой области, и сюда его в детстве привезли, он здесь воспитывался и вырос, и всю сознательную жизнь прожил здесь. Кстати, очень много, у него произведений, очень много стихотворений о природе, ну, многие, конечно же, не опубликовывают, очень много. И его еще в свое время называли Баяны Узьких Пушкина, а вот автор гимна Аллашарда. О, это серьезный аргумент. Вот, получается, вот справа, вот здесь он сам лежит, справа, это родственник. У человека потомством не успел обзавестись. Получается, это родственник, достаточно близкий, но не его семья, но не личная его семья. А мавзолей, кстати, построен в 97-м году, в 1990-м году. То есть уже в независимом Казахстане, да? Вот продолжение вот этих потрясающих скал. И вот здесь похоронен Султан Махмуд Тураверов, автор гимна Аллашардинцев. Умер 27 лет. Почему-то мне сейчас пришло четкое осознание, что он умер не от чахотки, а его просто убрали. Не знаю, вот так мне кажется. Потому что здесь прекрасно камыс, и камыс это лучшее лекарство от чахотки, так сказать. Поэтому, не знаю, мне кажется, его убрали. Так и всех Аллашардинцев, просвещенных казахов, не любили. Султан Махмуд Тураверов, алаш, 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 алаш. Осында и тавельсиз ел болай, тавельсиз ел болай, тавельсиз ел болай, теп. Уранда ақшырған ашырмасы алаш ураны болар. Кабысынерге тундартын келетін музей заты. Болынстер сөлейтін сөлейтін сөлейттеп атауна. Монда Султан Ахмуд Тураверов тык, алаш ураны. Монда Султан Ахмуд Тураверов, алаш, 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 алаш... В этих произведениях он призывает весь народ, также молодежь к созданию единого государства. Теперь, чтобы прослушать экскурсию его жизни и творчества, пройдемте в замок. На вашу жизнь это родственники по линии матери. В возрасте 3-4 лет его мама умирает, и Султам Ахмут Турайгар вместе с отцом переезжает на историческую родину предков, и отец Султам Ахмут Турайгар, Аубакир ставит свою зимовку возле озера Турайгар. Здесь мы видим место зимовки Атса Султам Ахмута и юрта Аубакира Атса Султам Ахмута Турайгар. В фото детства поэты предки из Акына, то есть Султам Ахмуттың шыққан сега, самый верхний предок, у него идет аргын, кейінгаталар сүйіндік, шуманап күлбулдайда бұл, жанғы зөт өлебай, едеге Турайгар, Абет, Бекет, Аубакир, Шоппат. Султам Ахмуттың әкесінің шынаты, настоящий маца Султам Ахмуты Турайгарға бұл Аубакирының, в народе өнеге прозевше бұла шоқпыт. 4-5 прадед Султам Ахмуты Турайгарға бұл едеге Би. Би еті, тоест, еті бізнайты, кақ бұл асты, Султам Ахмут өзінің тегін, яғни фамилиясын осы төртніші атасының құрметіне алған Турайгар бидің әділдігін, шешендігін ұрым етіп, ол қысы Султам Ахмут Турайгарға етіп тегін алған екен. Сул кіздеге қазағы қатпасының турмыстыршылығының үгін есі, ақымның балалық шағы үйткін джэ және Турайгар тастара. Жизн не бұд казахскі сімі табу времени, паэт свое детство прайвыл таких юртах і камні Турайгара. Самый верхний камін называется камнем Султам Ахмутом. Султам Ахмут Турайгар был увлечен творчысым с малых лет, и когда ему нужна была тишина и покой, он часто приходил на это место. Султам Ахмут Турайгар был увлечен. Павел Бутаков был другом отца Султам Ахмута Турайгарва. Это дом Бутаковы в Баеннауле. Бутаковы в Баеннауле сейчас тоже сохранены. Келес экспозиция Акунның Туу стары, в книжке ура Султам Ахмут Турайгартың, жүханда юзден текелі ерпава болмаган. Был жүде Султам Ахмут Турайгартың, Немире, НСР, двоюродный брат Султам Ахмута Турайгарва, Шаймерден Турайгарв, мама Жуматай. Шаймерден Турайгарва, мама Жуматай, сын Садвакаш Шаймерденулы, зять кудай берген сұраганып, герой Советского Союза. Первый учительница среди казахский женщин Байаннаула, Имамбаева Малике. Байаналдағы қазақ айелдер арасынан алғашқа болып шыққа мұғалим, Имамбаева Малике. Сонымен қоса Малике Султам Ахмут Турайгарфтан қалындығы болған. Сегенмен Султам Ахмут Турайгарф балакымнен киуде ауруумен ауырғандықтан осы ауруум Маликеге жүхпасын деп, өзі үйленуден бастыртқан екен. Хатя Султам Ахмута, Малике Имамбаева былас невеской Султам Ахмута Турайгарва, поэт из детства был болен. Сейчас этот болезень мы называем туберкулезым. Чтобы эта болезнь к ней не перешел, он сам отказался на ней жениться. Получается, поэт не был женат, и у него своих потомков нету. Здесь баэршаму, прудныш жилдара Троицке бары Белемалган. В 1911-14 годах Султам Ахмут Турайгарф обучался в Троицке. Это здание Медресе, где учился поэт. Одна из улиц города Троицка. И здание редакции журнала Айкап. Журнал Айкап – это первый казахский журнал. Те годы он выпускался в Троицке. Его основатель и главный редактор был Мухаммед Джан Сиралин. Султам Ахмут Турайгарф здесь работал секретарем. В те годы вместе с Султам Ахмутом Турайгарф в Айкапе тоже творчество работали. Гимбет Малин, Спандер Купи, Сабид Дюмитай, Сакен Сихулин. Здесь вы можете посмотреть первые номера журнала Айкап. 1913 год. Султам Ахмут Турайгарф вместе с другом Пазлом Абуталипом этого года работы в Айкапе. Вообще, если по залу заметили, у него нет своих фотографий. В основном рисунки, карандашом где-то нарисованы. В те годы дефицит же был фотографироваться, это и то вот эта фотография была в газете такой маленький фотография, сон он улькиткенге зекшкене качествосы, мысалы, узгерген. Вот единственная фотография Султам Ахмута Турайгарфа, вот это и вот его портреты, где везде вот интернет. Сол жарында ма, он жарында ма? Мне Султам Ахмут Турайгарф. Сол жарында ма? Сол жарында ма? Сол жарында ма? Сол жарында ма? Осы екігана фотосы сақталған в өмірде, именно фото ретінде, төрсенші оңбесінші жылдары Султам Ахмут Турайгарф елге уғралық Троицкен яғны, осы барлық білген білімдерін жастарға, жасы спрямде виру мақсатында шоң сергтестігі нашып, саржал алу мектевінде балалу күткан. Султам Ахмут Турайгарф позвращается в 1914 году свой родной край с Троицкой и обучает дете в Саржайской районной школе. Здесь вы видите дореволюционная русско-казацкая школа Павлодаре, первая семилетняя школа в Баянауле, и в 1919 году по инициативе поэта было открыто здание школы в Баянауском районе. Дом учителей в городе Павлодаре, здесь поэт читал свои лекции для учителей. Ну то, что вот мы прослушали, Алаш Рана, это полностью вот стихотарение Алаш Рана, гимн Алаша, первая партия Алаш и его лидеры, во главе Алихана Бухихана Муржака Абдуллатва Ахмеда Беттурсунова. Содержание, я вам уже коротко рассказала, да, он призывает народ к созданию единого независимого государства. В последние годы жизни Султам Ахмут Турайгарф работал в Павлодарской области, Ревкома, это вот Ревком, 1919 год. Есть кто из Павлодара? Это здание, это считается одним из древних зданий в городе Павлодаре, сейчас это здание в музее Бухаржрау, зеленое деревянное здание, сейчас Бухаржрау, те годы это был Ревкомом. Председатель Ревкома Гаврил Виктор Евжигарев, здесь вы видите митинг, посвященный освобождению города Павлодара от белых гвардейцев. Султам Ахмут Турайгарф по приглашению этих председателей Ревкома, он выступал перед народом, это был 19-й год, декабрь месяц. Ушел он из жизни в 1920 году в возрасте 27 лет. Прожив всего лишь 27 лет, он оставил нам 140 произведений, два романа. Один из романов называется «Камар слу, красавица Камар» и «Камжазахта, кто виноват». Роман «Камжазахта, кто виноват» это написан только в стихах, то есть это первый поэт, который написал роман именно в стихах. Далее идет 5-6 поэм и больших. Одна из поэм это «Кидзей», «Пятняк и Адас Хануэмэр, соблудивший жизнь», он написал о себе. Если вам интересна жизнь Султам Ахмута Турайгарфа, можете прочистить эти романы. Теперь дальше у нас предметы, которые сохранились в музее. Это предметы быта, которые использовались быту в конце 19-го, начало 20-х годов. В музеее Султам Ахмут Турайгарфтың бірде-бір өзі стады деген, киды деген, қолданды деген зарты жоқ. Ол қысы қысқағаны өмір сүргендіктен. Сауыз 20-шыншы жылы қайтты, ауырудан ала кесі болса, 30-шыншы жылдары қайтқан екен. Отец его умер 30-х годах, ол ашашалх кезінде, например, когда был годы голодовки. И так же от него он не смог оставить свои там вещи, чтобы кто-то сохранил.